всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшнее видео хотел бы поговорить на тему как записать аудио в системе на маке но это можно использовать с лоджик в том числе не обязательно с лоджик я например это с лоджиком редко использую я это использую вот в том числе для записи этого видео и всех видео которые вы видите на нашем канале и которые также также я записываю наши курсы то есть абсолютно даже схема и сегодня вкратце про это расскажу но хотел бы вот рассказать про программу лубэк который ну как я считаю у нее нет просто альтернатив не сочтите за рекламу я не ни коем случае не аффилирован от компании rock amoeba то есть просто это классный инструмент которым я уже много лет пользуюсь и он прям реально помогает очень круто во первых записывать звук во вторых мне заниматься с учениками через skype или через ум или еще через любой мессенджер так как очень легко управлять звуком внутри компьютера и отсылать его в том числе куда-то куда мне нужно то есть например в skype тот же самый чтобы мой собеседник слышал звук того что вместе на компьютере и причем не всего от того что я сам настрою что супер удобно ну давайте обо всем по порядку вот я вам открыл сайт как называется программа лубэк а тут если что можно free trial скачать попробовать значит в чем суть этой программы она создает виртуальное устройство благо благо в системе mac os это все довольно легко делается скажем так на уровне системы и того на уровне на том уровне на котором она построена в принципе ну и соответственно лубэк сделал разработчики в лубэк сделали это максимально интуитивно понятно и очень гибко по настройке есть конечно очень много альтернатив и каких-то стареньких и каких-то новеньких программ но вот для меня лично вот лубэк по возможностям именно настройки под себя очень 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 крутая как я считаю и отличается от всего остального доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене давайте покажу вот свои настройки как видите у меня есть создана два девайса то есть можно здесь новое устройство создавать или удалять уже существующие у меня здесь есть вот устройство screen flow через который сейчас записывается данное видео специально его создал то есть программе screen flow про нее тоже сегодня расскажу чуть попозже я специально под нее сделал это агрегатное устройство такое виртуальное в котором я задал источники сейчас я вам покажу как это все выглядит и также у меня есть отдельное устройство называется skype который я использую как источник входа во всех своих мессенджерах то есть со все с кем я общаюсь по skype по дискорду по зуму по телеграмму то есть везде где есть аудиосвязь с компьютера я в качестве входного микрофона использую именно этот звук и вот эти устройства они естественно отображаются и в системе то есть не только в программе как только вы здесь создаете устройство вас автоматически создается устройство в ваших аудио устройствах системы их можно выбрать в качестве основного в настройках аудио и входа и выхода все это легко очень настраивается легко как я уже говорил интегрируется в саму систему также вы можете конечно же назначить и выбрать в качестве входа их в лоджик в том же то есть если вы хотите что-то записывать с там с разных программ звук это может быть там не знаю стриминг это может быть youtube через браузер да то есть вы можете все это настроить вот с помощью этой программы давайте вкратце расскажу как это работает на самом деле все легко у вас здесь слева идут список источников где вы просто добавляете либо то что у вас уже сейчас открыто либо часто используется либо вручную select application то есть просто в папке программы вы выбираете конкретное приложение которое у вас потенциально генерит звук то есть это может быть например какой-нибудь стендалон плагин или синтезатор там тот же контакт который вы можете открывать вот отдельно не через лоджик или через какой-то другой секвенсор просто как самостоятельное приложение то есть вы можете его сюда добавить и дальше вы создаете output channels с которыми у вас как бы куда у вас приходит то есть такая внутренняя маршрутизация внутри драйвера скажем так то есть такой я это представляю как такую виртуальную звуковую карту в которой вы решаете сколько у вас выхода в этой звуковой карте вот в данный случае вот skype у меня просто стерео то есть все источники которые сюда добавил они меня просто собираются в общее стерео а вот например в скринфлоу я чуть позже покажу как это работает самом скринфлоу я сделал мультиканальное устройство то есть у меня есть несколько источников и они все подключены к разным скажем так каналом внутри моей виртуальной звуковой карты то есть я вот это так расцениваю что было проще ориентироваться то есть это у меня некоторые источники которые проводами у меня подключаются к определенным входом моей виртуальной звуковой карты и здесь я могу задать любое количество соответственно этих каналов то есть там как вы видели у меня всего два канала было а здесь у меня уже их восемь то есть это очень удобно то есть вы можете по-разному маршрутизировать сигнал потом естественно это можно редактировать но опять же здесь сидел специально для скринфлоу потому что у скринфлоу есть особенно особенность такая по работе с записью звука я ее покажу чуть попозже но в принципе вот вам для каких-то целей там захвата звука или передачи его через интернет то есть стриминга кому-то там вашему коллеге или чё хватит вот даже таких настроек то есть вы просто собираете источники звука и их раскидываете на вот эти два ваших как бы стерео канала как я сделал то есть я здесь добавил все программы которые я с которых я хочу забирать звук сразу скажу что звук на забирается именно напрямую с программы то есть если вы там что-то там вас то есть в лоджике например у вас может быть своем маршрутизация входов и выходов а лубе куба работает параллельно то есть он не связан с лоджиком ним при в лоджике сейчас вот я вам покажу у меня в настройках вообще просто выбрана моя звуковая карта это р-патч это мой я про это рассказывал уже на канале это мой такой агрегат на устройство гибридное между rme звуковой карты и микшером xr вот а выход вообще стоит fireface 802 то есть моя звуковая карта напрямую звук из лоджика выходит туда то есть вообще никаким образом здесь вот эти устройства не задействованы и это очень круто то есть я раньше думал что это нужно будет мне здесь что-то менять нет вот в лоджике вас свои настройки могут быть в облетоне могут быть свои настройки во всех программах где есть вход-выход там вконтакте еще где-нибудь у вас могут быть свои настройки а look back он как бы работает фоново он как бы захватывает звук из самих программ и сам самостоятельно вам все направляет уже внутри себя то есть это очень круто что это именно работает независимо это прям вообще было для меня тогда открытие когда я узнал про эту на программу что это ну вообще прям очень удобно так вот значит вы все это собираете все эти звуки то есть создаете вот эти источники стерео звуки я естественно в стерео номер finder я использую для того чтобы проиграть какой-нибудь файл например мне кто-то что-то прислал я хочу за этим ну показать дать послушать кому-то с кем я общаюсь например по skype я просто нажимаю пробел у меня воспроизводится через finder предпрослушивание звука и соответственно она сюда идет сразу в эти каналы дальше вы видите 9 вход это микрофон через который я сейчас говорю и он у меня как бы вставлен одновременно и в левый и в правый канал то есть тоже можно делать то есть вас можно какой-то источник если я вставлю только в левый канал соответственно собеседник меня будет слышать только слева поэтому я как бы сделал копию и вставил еще и в правый канал получается что у меня идет как бы такой dual моно и дальше у меня вот видите идет logic соответственно на эти же каналы и еще сафари то есть я сюда могу еще добавить какой-то другой браузер если вдруг я буду пользоваться если я хочу чтобы звук с него слышал человек но себя не хочу я могу сюда не добавлять и соответственно все остальное весь остальной звук которыми происходит на компьютере мой собеседник не услышать потому что это аудио устройство все остальные звуки игнорирует то есть в этом особо основное удобство этой программы что вы можете очень хорошо менеджерить куда у вас и как откуда идет звук и соответственно нужные моменты захватывать и как я уже говорил можно здесь сделать несколько устройств для разных сценариев использования и их просто выбирать потом в нужной программе как источник входа или как источник выхода выхода вряд ли вам понадобится скорее как источник входа дальше оговорочка важно еще я не использую мониторинг через loopback потому что мне важно именно сбор звука чтобы loopback собирал звук в неком вот этом виртуальном устройстве про который я говорил как я это представляю и потом с этого виртуального устройства я уже буду делать захват звука туда куда мне нужно например в скринфлоу вот куда мы сейчас пишем звук в этом видео или в лоджик если мне вдруг понадобится что-то записать да то есть я могу в лоджике выбрать входное устройство там любой из этих и просто записать с нужного входа соответственно соответствующий звук то есть это очень удобно но мониторинг я не использую то есть и бывает что по умолчанию когда вы создаете на устройство у вас еще и выбран мониторинг то есть вы можете послушать то что у вас собирается вот в этом виртуальном устройстве через какое-то свое реальное устройство это может быть звуковая карта или наушники встроенные в макбук или там динамики встроенные в макбук то есть ну зависит что у вас физически подключено к вашей системе то есть вы можете послушать что там собирается мне это не нужно потому что у меня так весь звук общей системы идет через другие устройства там через тот же Sound ID от Sonarworks, то есть у меня своя маршрутизация идет именно физическая входов и выходов через звуковую карту, а вот виртуальная маршрутизация внутри Mac OS у меня идет внутри Loopback, и они, как я уже несколько раз сказал, работают абсолютно в параллели, то есть они друг другу не мешают, никак друг на друга не взаимодействуют, не конфликтуют, то есть это очень круто, очень удобно. Поэтому я рекомендую в таких же сценариях, вот если вы будете использовать, не использовать Monitors и обязательно проверять, чтобы не стояла вот эта галочка Mute в Encapturing. Вот сейчас это очень внимательно, потому что когда вы добавляете новый источник, новую программу, автоматически стоит галочка Mute. Это сделано для того, чтобы вдруг у вас не возникло обратной связи, когда вы воспроизводите что-то, например, с браузера, этот же звук поступает в Loopback, Loopback вам поступает на мониторы вот сюда, и на эти же мониторы у вас идет и так исходный звук с браузера, и получается двойной звук, там наложение бывает даже, если это микрофон, бывает даже обратная связь, там заводки, ну то есть они специально по умолчанию ставят эту галочку здесь, кстати, вы можете также такой как микшер, встроенный для каждого источника, вы можете баланс звуков настроить, если вдруг вам нужно, то есть тоже очень удобная функция. Но, вот еще раз оговорюсь, то есть убедитесь, что у вас эта галочка не стоит, потому что если она будет стоять вы, к сожалению, в момент работы Loopback не будете слышать источник. То есть вот вы, ну, у меня так многие сталкивались, кому я рекомендовал эту программу, они добавляли сюда, например, браузер звука, и все, они переставали слушать Safari, то есть они что-то там используют, включают видео, а звука нету. И спрашивают, как же так, почему все было, у меня звук вроде идет, в системе все включено, а звука нет, потому что вот здесь стоит галочка Mute, и, соответственно, в системе этот звук будет мютироваться, чтобы просто не было обратной связи, и чтобы мониторинг шел только через Loopback. Но так как в Loopback мониторы не выбраны, ну, вот в данном сценарии, то получается звук никуда не идет. Это очень важный момент, поэтому я рекомендую эту галочку убирать сразу, то есть как только вы добавили, раскрыли вот эти Options и убрали галочку, и тогда у вас все будет работать вот в той самой параллели, про которую я говорю. То есть настройки в системе одни, а настройки в Loopback другие. Думаю, здесь все понятно, то есть еще раз, здесь все очень легко, эти провода прям протягиваются вручную, куда вы хотите, если их нужно удалить, вы просто выделяете нужный провод, нажимаете Command Delete, он удаляется, могу продемонстрировать, то есть вот я нажал, удалил и заново, например, вернул. То есть все здесь очень легко делается, также можно целое устройство удалять, если не нужны, то есть все очень легко редактируется, вот вообще с этим никаких проблем нет. Значит, как это еще взаимодействует со ScreenFlow? Сейчас у меня идет запись, вот я сейчас специально здесь покажу мониторинг, вот у меня идет запись, и видите, у меня здесь 8 полосок, потому что в чем особенность ScreenFlow, напомню для тех, кто не знает, ScreenFlow это такая программа, которая помогает захватывать изображение с экрана, но не только с экрана, еще и с камеры, вот ее сайт, телестрим, программа ScreenFlow, наверняка многие слышали, я все курсы уже лет почти 10, наверное, записываю через нее, и в последние годы она очень круто развилась, эта программа, в ней появилась возможность по нормальному монтажу, я прям сейчас там и, как правило, все ролики монтирую, то есть в ней очень удобный момент вот этот по редактированию, но самое классное, что они именно источники разделяют по входам, то есть что это значит? Вот у меня есть специальное устройство ScreenFlow, в котором я на разные каналы вот этого нашего виртуального устройства записываю разные источники, то есть вот сейчас мой микрофон пишется на первый канал, вот как вы видите, здесь идет у меня мониторинг, дальше Finder у меня пишется на отдельный вот этот 7-й и 8-й канал, то есть вот эти нижние две истории, да, то есть два нижних канала, Logic у меня пишется на 3-й, 4-й, там какие-то еще, ну в общем, любой могу сюда секренция добавить, тоже буду писать на 3-й, 4-й, а на 5-й, 6-й, например, у меня идет звук Safari, и например на 5-й, 6-й у меня, точнее нет, на Safari у меня идет на 7-й, 8-й, а вот Skype, Telegram, Zoom у меня идет на 5-й, 6-й, для чего я это сделал, то есть для чего мне звук записывать со Skype, Telegram, ну потому что я часто занимаюсь личным обучением с учениками по Logic Pro и записываю наше занятие, чтобы потом у ученика оставалась запись на память, и вот чтобы записать его вопросы, его звук, который мне по Skype задает, по Telegram или по Zoom, мне нужно было вот здесь добавить эти приложения и отправить их на отдельный канал, то есть у меня 5-й, 6-й канал выделены под, соответственно, звук от собеседника, причем это не обязательно может быть его речь, он может мне что-то воспроизводить также через Loopback и передавать мне по Skype, и я, соответственно, это записываю на отдельные каналы, и у меня получается мультиканальная запись, то есть чем хорош ScreenFlow, что он пишет не общий звук, а он пишет именно по канальности того устройства, которое вы выбрали, и я, естественно, в ScreenFlow выбрал вот этот LPH, то есть Logic Pro Help ScreenFlow, то есть вот оно у меня, это устройство, с этими вот этими разделениями, и вот если мы посмотрим на один из уже готовых проектов, то есть уже смонтированных, и вот здесь мы найдем вот эту дорожку ScreenFlow, вот она здесь представлена, здесь есть закладка Audio Mix в программе ScreenFlow, и вы видите, что у меня есть доступ ко всем этим 8 каналам, которые я записал, то есть у меня, например, громкость со Skype и с Telegram тише, потому что там, как правило, она громкая и слишком торчит, то есть я могу сделать потише звук, например, с 3-4 канала я могу тоже сделать потише, могу сделать в стерео лево-право, вот мой, например, первый канал, с которым я сейчас говорю, который вы слышите, он у меня посередине, здесь он убором, потому что я его уже обработал, то есть я отдельно могу засолировать звук своего микрофона, его экспортировать, обработать через обработку, потому что изначально звук с микрофоном похуже звучит, чем то, что вы сейчас слышите в видео, то есть я его еще обрабатываю через специально свой подготовленный пресет в лоджике, прогоняю, и потом сюда заново импортирую, но таким образом я могу убрать исходную запись, то есть поставить ее на 0, и оставить остальную запись при компьютере, лоджике и так далее, то есть очень удобное вот это взаимодействие между ScreenFlow и Loopback, но еще раз повторюсь, ScreenFlow здесь просто как пример программы для записи, вы можете это использовать также с лоджиком, с другой любой программы, которая записывает, например, звук и так далее, то есть ваши сценарии могут быть уже вашими индивидуальными, вы сами, я уверен, примените то, что я здесь сегодня вам показал уже для своих целей, но вот имейте в виду, что есть такая замечательная программа, вот с помощью нее можно шерить своим знакомым звук с вашего компьютера, там работать в онлайн или кому-то показывать что-то, ну дальше уже, конечно, все зависит от уже сервиса, через который вы работаете, например, тот же Discord, там он меньше жмет звук, там Skype он прям сильно жмет звук, качество я имею в виду, то есть там уже дальше надо тестировать, но у вас есть как минимум возможности все это настроить и с этим работать. Что ж, на сегодня это у нас все, я надеюсь, что вам понравилось это видео, обязательно пишите в комментариях, все ли было понятно, использовали ли вы уже loopback или слышали про него, то есть тоже напишите, я просто решил это видео записать, потому что частенько в чате, в нашем Telegram чате по Logic Pro встречаются эти вопросы, как записать звук системы, как там мне быстро записать в Logic там звук с какого-нибудь там сайта и так далее, вот есть такая замечательная программа, теперь вы знаете, ну и если у вас есть еще вопросы, обязательно задавайте их мне, вступайте в наш Telegram чат, если вы еще не там, мы там постоянно общаемся, обмениваемся вопросами, какими-то знаниями, новостями из мира музыки, из мира, лоджика, плагинов и так далее, поэтому будьте на связи, следите за новостями на нашем канале Logic Pro Help, а я напомню, что здесь каждое воскресенье выходит обучающее видео по той или иной теме, ну и также много чего полезного на нашем канале уже выпущено, поэтому если вы с нами впервые, пожалуйста, переходите к плейлистам, там очень много всего интересного по Logic и не только. Ну что ж, всем успехов в творчестве, с вами был Дмитрий Урсул, увидимся в следующих видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok